дорогие друзья подписчики и гости моего канала о турции и особенностях турецкой кухни сегодня я хочу вам показать как в турции делают сироп из груши в турции называется армуд пекмези ну это даже не сироп а вот такой вот сироп который уваривается до густоты можно так сказать меда и сегодня мы находимся в одном из сел в черноморском регионе турции это находится можно так сказать высоко в горах приблизительно тысячу метров над уровнем море сейчас октябрь месяц много груш и я думаю вам будет интересно потому что это очень полезное блюдо по ходу видео я вам расскажу об особенностях приготовления но и также о пользе почему это все делается заготавливается и какая польза для нашего здоровья приятного просмотра для приготовления пекмеза из груш необходимо большое количество фруктов приблизительно из 20 килограмм груш получается один литр густого сиропа хорошо промытые и измельченные груши насыпают в большой казан и с добавлением воды в турецких деревнях это принято делать на костре под открытым небом само слово пекмез турецкого происхождения которое обозначает сгущенный сок сироп фруктов ягод овощей зачастую в турции встречается пекмез из винограда яблок груш и плодов рожкового дерева время приготовления этого сгущенного фруктового сока не содержащего сахар часто занимает день 2 и даже 3 хорошо проваренные груши отсаживают чтобы отделить сок который впоследствии и уваривают на медленном огне до получения серопообразной густой жидкости часто в турции при приготовлении пекмеза используют белую глину но в нашем случае мы ее не использовали и готовили наш сироп только из одних груш без добавления какого-либо другого ингредиента процедив грушевый сок еще раз через сито его наливают в широкий чан и начинают уваривать на медленном огне очень часто в турции варенье и пекмезы варят специальной медной посуде с широким дном в процессе приготовления пекмеза не используются красители консерванты сахар усилители вкуса и прочие синтетические вредные добавки а щадящий способ обработки позволяет сохранить в продукте максимум природной пользы в в результате продолжительного вываривания фруктовый сок темнеет густеет и обретает сладость ну и конечно за счет особого способа приготовления в пекмезе удается сохранить витамины и биологически значимые элементы из-за дождливой погоды наш пекмез до полного загустения пришлось доваривать на деревенской печи польза пекмеза давно известно на востоке здесь его считают лечебным напитком местные рекомендуют принимать ложку пекмеза каждый день на завтрак так турки стараются употреблять его с самого младенчества и до старости для всеобщего укрепления организма рекомендуется добавлять ложку сиропа в теплую воду и принимать сразу после пробуждения до завтрака постоянное употребление пекмеза из груш помогает предупредить патологии мочеиспускательной системы к тому же он неплохо укрепляет иммунитет что позволяет защитить организм от различных вирусных инфекций также в турции пекмез широко используется в кулинарии для приготовления щербетов рахат лукума из него готовят компоты кисели различные напитки ну а я лично люблю использовать пекмез в качестве естественного подсластителя к творогу йогурту запеканки блинам или добавляя его в любую кашу настоятельно советую и вам попробовать пекмез эту сладость востока сочетающую в себе удивительный вкус и полезность а дом 0 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...